Юми, с тобой все нормально? Юми, где Аня? Где? Ай, молодец! Ай, догадалась! Проверим, пустят ли меня с собачкой, с маленькой. Привет! Привет, дружище! Боится всего. Посмотрите, как у нее дрожат ноги до сих пор от страха. Побежала за голубями. Вот такие вот классные печеньки Oreo получились для собачек. Хай, ты на канале Magic Family, я Аня, и со мной мои собачки. И сегодня в нашей семье большой день. Нашему сыночку Юми Чу исполнилось полгода. И сегодня мы снова будем экспериментировать. Для начала мы пойдем с Юми на прогулку вдвоем, потому что у меня есть подозрение, что одна со мной на прогулке, она ведет себя совсем по-другому, чем со всеми собаками вместе. А дальше мы пойдем в магазин и проверим, пустят ли меня в супермаркет с собакой в тележке. Правда, с маленькой. Подписывайся на наш канал, и мы начинаем. Пойдем. Пойдем, Юми Чу. Что мой покемон? Что мой покемон? Юми гуляла одна один раз в жизни. Это была ее первая прогулка. Потом она гуляла все время с Эйвеном и Софи. Сейчас, получается, она гуляет одна только со мной второй раз в жизни. Ай, кто это пришел? Блин, какой дождище сейчас был, вы не представляете. Ребята, Юми так испугалась, перепугалась этого грома, что она до сих пор сейчас как будто очень нервничает. Переждали под крышей, но она все равно промокла и беспокоится. Да, Юмичка? Юми, Юми, с тобой все нормально? Юми? 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 Юми Чу. Ребята, когда мы ушли от дома, начался сильнейший, огромный ливень и гром, и гроза, и вообще, вообще пипец. Я так испугалась за Юми, она вся перепугалась, побежала от меня куда-то, мне пришлось ее ловить. Она до сих пор дрожит, потому что она никогда не слышала гром. Ничто не предвещало такой погоды. Я безумно перепугалась, ребят, за Юми, но мы сейчас вышло солнышко, все уже хорошо. Юмичка идет рядом со мной, но она гораздо больше боится, чем когда она с другими собаками гуляет. Одно ей гораздо страшнее, да, Юмичок? По пути у нас очень много дорог здесь, и мы заодно по пути тренируем команду дорога. Скажи, Юми, ну и день рождения ты, мамуля, мне устроила, да? Скажи. Сейчас мы с тобой идем на ручках. Пока мимо дорог идем, и ты их побаиваешься еще и не совсем хорошо знаешь команду дорога, до детской площадки. Здесь мы в безопасности, и я уже могу Юми отпустить пешочком дойти дальше, да? Юмичок. Кто смотрел наш прошлый влог, помнит, какая Юми была смелая, дерзкая, а сейчас она всего боится. Вот эта гроза и гром и дождь были определенным стрессом. И сейчас, чтобы для Юми прогулка не запомнилась как нечто плохое, и в следующий раз она все равно захотела пойти гулять, нужно, чтобы в конце было что-то положительное, что поможет Юме запомнить, что гулять это здорово, и она забыла бы этот негативный опыт, который у нее был до этого сегодня. То есть, если у вас с собакой по пути случилось что-то не очень хорошее, то обязательно в конце сделайте что-то очень хорошее, приятное, позанимайтесь, поиграйте, дайте лакомство, погладьте побольше, чтобы собака запомнила это хорошее, а не то плохое, что случилось. Поэтому сейчас мы с Юми пришли на площадку. Здесь голуби, здесь много травы, можно погулять, побегать доволь, изучить местность новую, да? И вкусняшечку получить, да, от мамы, да? Забывайте, ребят, что любое действие, которое вас не устраивает собаке негативное, даже тот же страх не нужно подкреплять, то есть не нужно хвалить или сюсюкать собаку, когда она боится. Когда собака боится, и вы говорите ей, ой, бедненькая, несчастненькая, пытаетесь успокоить ее и гладите ее, она потом думает, что вот это поведение хорошее, за него хвалят, и начинает бояться все время. А если вы хвалите и гладите тогда собаку, когда она не дрожит, не трясется, а ничего не боится, то она запоминает такое свое поведение. Конечно, это крайне сложно, не усюсюкать с собакой, как сегодня во время грозы, не успокаивать ее, не гладить ее, когда она так сильно боится. Но нужно взять себя в руки, ребята, просто держать собаку и никак не подкреплять положительно такое поведение. Вот он момент, когда собака сейчас в нормальном веселом состоянии, она уже перестала бояться, и нужно просто ее веселить, радоваться, играть с ней. Конечно, все грязное и так уже и мокрое, и грязное, а у нас воды нет. Мы же хотели вам снять, ребята, видео, как Юми и Миша учатся плавать, но у нас отключили сегодня воду. Какая песочница, смотри, Юми, что, это песок, это песок, песок. Где Аня? Где? Как сюда забраться? Давай, залазь. Как залезть? Как? Как? Я тут. Давай. Ай, молодец. Ай, догадалась. Ай, Юми, молодец. Ай, молодец. Да, молодец. Юми, пошли. Давай. Ай, молодец. Ай, какая молодец. На самом деле, ребята, все просто. Дело в развитии. Собака должна где-то бывать, много всего видеть, встречать людей на велосипедах, видеть машины, видеть город, видеть природу, видеть птиц животных, заниматься с ней нужно. Мы, например, с Софией, с Эйвоном, с самого раннего их детства, боже, Юми меня напугала, ходили в кино, ездили куда-то, они путешествовали, они что только не пробовали в своей жизни. У Юми же немножко пока таких возможностей не было, и с сегодняшнего дня я начну Юми постоянно брать с собой. Я думаю, не только Юми, но и Мишу, их обеих. Хотя Миша может научить не специально Юми плохим вещам, как раз бояться всего. Если у вас несколько собак, то обязательно другая собака постарше будет учить собаку поменьше каким-то вещам, и плохим, и хорошим. Поэтому в нашем случае лучше всего, конечно, Юми общаться с Софишей, самой активной собачкой. Несмотря на всю свою задиристость и очень большую подвижность в команде, в компании, когда Юми с другими собаками, в жизни Юми, когда она находится одна, она более пугливая. Я бы даже сказала, что она реально большая трусишка. Проверим, пустят ли меня с собачкой с маленькой в магазин. Что ж, ребята, наш эксперимент с магазином удался. В магазине ни один человек не сказал нам ни слова против, ни покупатели, ни продавцы, ни охранники. Юми ехала в тележке прямо передо мной, и все ее видели, но никто ничего не сказал. Может быть, дело в том, что она не бегала по полу, то есть не могла прикасаться к продуктам. По пути мы купили печенку для самодельного собачьего печенья Орео, которое вы увидите позже. Когда мы подъехали на кассу, мы встретили свою знакомую. Привет! Привет, друзья! Социализация. Боится всего. Мы тоже потихоньку сегодня такой гроза, ливень был вообще. Жесть. А мы почти чуть в него не попали. Ну вот попали, как просто стояли под крышей до дома, далеко было. Как и все остальные, кассир тоже явно видела, что у меня в тележке собака, но только умилялась и не была против. И так в магазин с собачкой в тележке нас пустили. А вот Юми немного боялась и нервничала, ведь для нее это абсолютно новый опыт. Но зато отличная тренировка на развитие. Все, иди сюда. Не боись. Посмотрите, как у нее дрожат ноги до сих пор от страха, ребята. Бедная Юми. Юми побежала за голубями. Вот что значит невоспитанный щенок. Часть пути я несла Юми на руках, часть она идет сама рядом со мной. И сейчас мы проверим. Пойдем, пойдем. Как Юми будут чувствовать себя уже на территории, которая ей более знакома. Юми уже явно узнает местность. Явно понимает, что мы где-то рядом с домом. Дум, да, Юми? Найдешь дом? Найдет ли Юми дом по запаху? Юми повернула не в ту сторону. Дом там, Юми. Учуяла, видимо, следы наши. Пришла к машине, к своей, да, Юми? Пошли. Да, ребенок дома радуется. Радость. Домой вернулись. Тут тетя и папа встречают. Мама почему-то не встречает ребенка своего. Дома абсолютно другая собака. Не трусиха, не бояка. Все со всеми хочет играть. Да, знакомая обстановка. Когда мы пришли с прогулки, Юмичу была такая грязная. Мне пришлось обтереть ее всю влажными салфетками собачьими, потому что воды у нас так и нет. Но завтра мы будем обязательно купаться в ванной. Собачье Орео у меня получилось похоже на шоколадное печенье с кусочками шоколада и кремом. Зато очень вкусное. Я думаю, они будут очень рады в честь Юминого дня рождения их попробовать, да? Орео для малышей пушистиков! Как Юми отмечала свой день рождения, как собаки готовили для нее Орео и дарили подарки, смотри завтра днем на канале Magic Pets по ссылке в описании. И подпишись, сделай Юми подарок на день рождения.